Друзья, всем привет! А я, как и обещал, продолжаю вас держать в курсе всех событий, которые происходят на авторынке в России. В этом ролике я вам детально расскажу, что было до 21 сентября и как рынок поменялся после объявления частичной мобилизации. Также я кратенько затрону тему недвижимости, потому что многие спрашивают, ну что там, нужно снять такой же актуальный сюжет, например, того, что цены начали на квартиры падать. Народ уезжает, элитные квартиры продают со скидкой в 50%. Так ли это? Вот все это мы с вами обсудим в этом ролике. Я постараюсь без воды и без лишних предисловий по пунктикам вам все рассказать. Пунктики уже записаны. Но прежде чем мы начнем, я просто обязан познакомить вас со спонсором выпуска. Приятного просмотра, мы начинаем. Скажите, будет кто-то из вас спорить, что в настоящее время человек перегружен нескончаемым потоком информации, который льется на него ежедневно? И в частности, такая перегрузка очень сильно мешает развитию бизнеса. Особенно, когда речь идет про предпринимателей, которые по-хорошему должны регулярно следить за обновлениями законодательной и профессиональной базы. Особенно это касается налогообложения, тратя на это огромное количество времени. И стоит сделать акцент, что в условиях поддержки предпринимателей от государства бизнес получает преференции, в которых нужно уметь разобраться и понимать, что положено именно тебе как предпринимателю. И вот за всеми этими изменениями, нововведениями внимательно следит команда профессионалов «Макоэксперт». Каждый департамент держит руку на пульсе и использует новые возможности в целях оптимизации бизнеса своих клиентов. Поймите, время универсалов прошло, настало время настоящих профессионалов. Ни один штатный бухгалтер не сравнится с командой «Макоэксперт», которые стоят на страже в вашей бухгалтерии. И услышите, что «Макоэксперт» готова прийти на помощь предпринимателям, находящимся по всей территории Российской Федерации. Вероятность ошибки специалиста «Макоэксперт», который специализируется конкретно на своей узкой нише, близка к нулю. А в то же время бухгалтер, фрилансер или сотрудник аутсорсинговой компании, который ведет несколько клиентов под ключ от и до по всем направлениям, ошибиться может запросто. И самое главное, что может поставить компанию клиента под штрафные санкции. Поэтому имеет большое значение то, что ответственность «Мако» застрахована на 5 миллионов рублей. А фрилансер или штатный бухгалтер в любой непонятной ситуации просто разведет руками, в лучшем случае извиниться и уйдет по-тихому. Что с него возьмешь, собственно? Первая конвейерная бухгалтерия «Мако» способна заменить собой всю бухгалтерию компаний вместе с главным бухгалтером. А может и наоборот, стать отличным партнером и помощником для вашего главного бухгалтера, взяв на себя отдельные участки. Например, расчет заработной платы. И всего за 2000 рублей вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций. На вас будет работать не один универсал, а 6 специализированных департаментов, готовые взять на себя все вопросы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом. Освободите себя прямо сейчас и поднимите вашу бухгалтерию на высший уровень. До октября 2022 года по промокоду МАШКОВМАКО предлагает бесплатный месяц обслуживания. Никаких авансов, депозитов и других скрытых платежей. Полностью бесплатный обслуживание в течение первого ознакомительного месяца работы. С заключением договора и полной материальной ответственностью за оказанные услуги. А ссылочка уже ждет вас в описании. Пользуйтесь на здоровье. Ну и давайте по традиции мы с вами начнем с конца. И я его разобью на два этапа. Что было до 21 сентября. Потому что по хорошему подобный сюжет должен был выйти бы в конце сентября. Ну максимум в начале первых числах октября. До 21 сентября я делаю вам обобщенную информацию. По всей стране большая часть дилеров постепенно-постепенно скатывалась по продажам на новые автомобили вниз. И параллельно с этим они все выезжали за счет того, что продавали автомобили с пробегом. Вот действительно пошла такая кривая, что новые машины особо не покупают. А переходить начали люди на вторичку. В том числе покупать автомобили с пробегом от дилеров. Также многие начали пересаживаться на автомобили, которые привозятся из-за бугра. Оттуда можно привезти как новый автомобиль, либо в около новом состоянии. Там с минимальным пробегом. В общем по нашим меркам в шикарном состоянии. И соответственно были там 5-10% официальных дилеров по стране, которые всегда хорошо зарабатывали. То есть они всегда успешно продавали, давали всегда хорошие цены. За счет этого у них большие охваты. Кое-как они выезжали. То есть менеджеры в принципе на зарплату могли пожаловаться. Но в целом это не было такое, что продал одну машину, получил 20 тысяч рублей и все. То бишь 5-10% тем, кому удавалось продавать, были. Но большая часть по всей нашей стране потихонечку-потихонечку катилась вниз. Но произошли изменения и 21 числа ввели частичную мобилизацию. Вот что происходило дальше. Я связался с ребятами, менеджерами по продажам, с которыми я работаю. Сделал несколько публикаций в своих социальных сетях. Собирал информацию. И на момент выхода этого ролика, 13 октября на дворе, я вам с уверенностью рассказываю, что все написали, что была дичайшая паника. Всех трясло. Все были в шоке. Никто ничему не радовался. И все, с кем я общался, все сказали, что просто погрузились в какое-то паническое состояние. При этом трафик, мы сегодня рассказываем исключительно про рынок автомобилей. Трафик упал сразу на ноль. Что такое трафик упал на ноль? Что не было никаких звонков, никаких посетителей автосалонов. В лучшем случае, что некоторые отмечали, что кто-то пришел 21 числа забирать машину. Сделка была договорена. Он приходит и в непонимание, нужна ли ему эта машина, которую он уже оплатил. Остается только подписать акт приема и передачи и уехать на ней. Были, конечно же, те, кто приезжал на сервис. Но в целом было жестко. Хотя, как мне рассказали, во всем же есть и смешные, веселые моменты. Один менеджер написал, что на работе у них есть девчонка, которая решила пошутить над коллегой. Пока он общался с людьми, она распечатала, взяла где-то в интернете какую-то повестку, образец, напечатала, принесла и говорит ему, на, вот это тебе передали. Сказали, чтобы тебе лично в руки вручили. Когда он договорил и начал читать, увидел, что там повестка, она так полно фамилию его вбила. Он чуть там не посидел. Когда она сказала, что это шутка, он ее чуть не прибил. Поэтому относительно было весело. Значит, сразу для объективности скажу, что те, с кем общался, ребята отмечают, что есть коллеги на работе, которые говорят, ну, как бы принесут повестку, получу, пойду, как бы деваться некуда, пожалуйста. Были те, кто действительно испугался сильно. Соответственно, одним днем люди уволились и, собственно, уехали из страны. Правильно, неправильно. Я ни в коем случае никого судить не собираюсь. Это все на ваш суд. Вы в комментариях сами расскажете, кто молодец, кто не молодец. Ну, а сейчас на анонимной основе я вам покажу несколько переписок с менеджерами. Это такая выжимка для того, чтобы вы понимали общее настроение по рынку, что происходит. Я задавал всем один и тот же вопрос. И вот, собственно, какие ответы я от людей получал. У кого-то очко полное, в салоне никого нету. Где-то же трафик просел, как отмечают люди, но вроде бы не сильно. Кому-то ставят стандартные планы на октябрь в том числе. И вот эти вот переписки велись примерно 10 октября для того, чтобы они были максимально актуальны на момент выхода сюжета. Естественно, продолжаются сокращения. Люди уходят многие сами, потому что заработать ничего не могут. Конечно же, есть среди менеджеров и те, кому я, как сказал, выше написал, они уже путешествуют где-то по миру. В общем, ситуация такая, что почитаешь, вот продажи упали на 70%, звонков нету, но все, в целом норма. Зарплату дали, живем дальше, надеемся на лучшее, продолжаем работать. В ближайшую неделю после 21 числа, как отмечают, трафик был просто нулевой. И в те дни, когда я так же общался, я думал, ну все, как бы он просто так и будет ноль. Какие-то единицы будут машины покупать. Но на сегодняшний день, когда я записываю вот этот ролик, на момент записи 11 октября, я связываюсь с менеджерами и спрашиваю, какие дела. Ну, понятное дело, что в большинстве, ну, как они пишут, слово такое есть, очко. Знаете, игра такая есть, очко. Вот примерно так они все и характеризуют. Тем не менее, тем не менее, точно так же 5-10 автосалонов, которые всегда неплохо продавали, рассказывают о том, что все ок. Один менеджер похвастался, что за сентябрь получил зарплату в 300 тысяч рублей, он работает в продаже китайцам. Собственно, в первую неделю складывалось впечатление, ну что, все, теперь вот, теперь точно стоп, теперь точно никаких продаж не будет. На начало октября спрашиваю, у некоторых уже 2, 3, 4 продажи пошли. Задаюсь вопросом, кто покупает машины в тот же момент. Мне опять начинают приходить заявки, люди обращаются, сейчас ищем машины несколько. Значит, получается следующее, что некоторые работают на заводах, где дается официально бронь от государства. В силу того, что у них сейчас много работы, люди берут себе машины, некоторые берут в рассрочки. Машины покупают девушки, которые работают, девушки, женщины, которых вообще пока что вся эта ситуация вообще никак не касается. Они как вот говорят, живите, продолжайте жизнь, трудитесь, работайте. Спрос особо не падает, как отмечают коллеги, на премиальной тачке. Вот, например, мы ищем автомобиль Mercedes, Volkswagen G63, 22 года. Человек хочет его купить с бюджетом в 22-24 миллиона рублей, новый, 2022 года. Предложений полно, машин на войск очень много, но он хочет строго, чтобы цвет салона был белый. Поэтому, если вдруг кто-то из вас привез, уже занимается параллельным импортом, у вас есть машина, и вы готовы в этот бюджет ее отдать, пожалуйста, обращайтесь, я вам этого клиента приведу, он готов будет покупать. А сюда, думаю, стоит отметить, что и предложений о продаже своего автомобиля поступило просто огромное количество. Как вы знаете, я в первую очередь занимаюсь покупкой новых автомобилей. Но сейчас люди буквально каждый день по 2-3 человека присылают своих малышек, это там 21-го года машина, кто-то купил совсем недавно 22-го. В общем, это ровно те, кто принял решение, внимание, как они пишут, переехать навсегда. И, соответственно, распродают не только свои машины, но и все свое имущество, которое есть в России. А мне, в силу того, что я занимаюсь машинами, присылают, что есть, и в том числе многие уже присылали даже свои квартиры, дома и дачи. Спрашивают сейчас очень сильно китайцев. Да и вообще, в целом, ребята, я могу со всей уверенностью уже, наверное, говорить, что в дальнейшем в нашей стране будут продавать это отечественные автомобили китайцы. Все, других автомобилей, в принципе, не будет официально, как мне кажется, подчеркиваю, как мне кажется, наша ситуация может всегда измениться. Но вы всегда сможете купить себе абсолютно любой автомобиль, который привозят частники, который привозят уже компании, которые занимаются параллельным импортом. Точно так же, как я вам рассказывал, и мы привозим автомобили, и поначалу, я говорю, вот в первую неделю, я думал, вот сейчас точно все встанет. По факту нет. Есть некоторые люди, которые отказываются от покупки, говорят, все, я торможусь. Кому-то дали повестку, он говорит, мне зачем сейчас повестка, мне уезжать нужно. А для некоторых жизнь продолжается так, что как будто бы ничего не произошло. Продолжают заказывать, интересуются сроками, ждут свои автомобили и покупают. Соответственно, если вы один из тех, для кого ничего не изменилось, возможно, у вас там бронь, вы там айтишник, у вас все хорошо, вы живете своей жизнью, вам нужна машина, пожалуйста, без проблем привезем. Все контакты оставляю в описании. Но, подчеркиваю, сам в шоке от всего происходящего. И как вы меня поправляете в комментариях, ты не забегай наперед, ты вот говори за себя, а не за всех в целом. Поэтому отмечаю, что есть ряд людей, но я их вижу в комментариях, вот именно в комментариях. У кого все норм, у кого все нормально, и он ни о чем не переживает, живет с мыслью, что все будет хорошо. Ну, собственно, позиция здравая, все надеемся, что все будет хорошо. Важный момент для нашего рынка, что привоз автомобилей из-за бугра в нашей стране набирают все больше и больше популярности, и он все более и более востребован. Так, например, общаясь с официальным дилером Hyundai, он отмечает, но смотри, все те машины, которые стоят у нас, новые от официального дилера, если начать их сравнивать с конкурентами, то бишь привезенными из Кореи, из Казахстана, ну или других стран, то любой человек просто увидит то, что это гораздо выгоднее купить машину, привезенную из Казахстана и так далее. Но, тем не менее, всегда есть люди, которые не готовы покупать отчастника. И именно на них, собственно, сегодня и держатся все эти автосалоны, которые постепенно, постепенно из загашничков машины достают. Общаясь с Kia и Hyundai, картина примерно такая, что машины у них есть, которые они планировали выдавать на 2023 год, говорят сейчас планы. Это подчеркиваю на уровне информации, которую мне передают сами менеджеры. Что сейчас планируют эти машины в этом году раскидать, а в следующем году машин больше не будет. Таким образом, по идее, салоны там прикроются, а ребята уже то ли в шутку, то ли не в шутку, говорят, ну что, будем переезжать из региона в Москву и работать в такси, потому что у нас дома работы не будет, ведь мы всю жизнь занимались продажами новых автомобилей, а дилеров теперь не будет. И анализируя, как рынок просто меняется за последние годы, я вижу, вот по вашим сообщениям, которые вы мне пишете на почту, в телегу и в другие социальные сети, я вижу, как люди сами рассказывают, пришел, прошел тест-драйв на Кулрэе, офигел, вроде бы машинка рулится, и опции неплохие, и интерьерчик хорошо сделан, хотя, говорит, изначально мыслей никогда не было даже тест-драйв на китайце проходить, а сейчас задумаюсь о покупке. И так вот во многом, когда ничего нету, когда ты смотришь, что какие-нибудь там, я не знаю, корейцы или немцы стоят вообще космических денег, а тут китаец, у тебя друг купил, сосед купил, там ты его видел, начинаешь к нему присматриваться, я вам больше скажу, вот без какой-либо там, без каких-то либо враг как, что я начал сильно посматривать на Cherry Tiggo 7 Pro, лишь только потому, что огромное количество людей им интересуется, ну действительно машина востребованная, ее неплохо разбирают, мне просто даже очень сильно хотелось взять ее там на недельку, покататься, потесить, для того, чтобы понять, что так подкупает людей, потому что по цене и опционалу, даже по той завышенной цене, по которой его сейчас продают, его можно купить там, допустим, за 2-350, хотя раньше эта же машина стоила там миллион девятьсот, я вам ранее это рассказывал, но сам факт того, что люди берут и на общей, на общем фоне конкурентов, там типа корейцы, японцы, машина более чем привлекательна по цене, подчеркиваю, ни в коем случае вам ее не рекламирую, отмечаю просто как факт. Кстати, 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 все те, кто сейчас покупают автомобили с пробегом или подумывают об этом, у меня для вас есть полезная информация, постараюсь рассказать ее кратенько. Алло, да, подъехал, ну вот, звонил вам, хотел машинку посмотреть, выходите, я возле нее. Друзья, чаще всего ровно так и бывает, договариваешься с человеком о встрече, приезжаешь в назначенное место, в назначенное время для того, чтобы осмотреть автомобиль, который не бит, не крашен, в идеальном состоянии. Вот что делать, когда ты находишься на улице, парковка, город, как понять, что действительно автомобиль живой, или же это все развод для лохов? В первую очередь я вам всем рекомендую начать с документов, сверьте, что перед вами стоит именно владелец. Если с документами все ок, то в дело вступает толщиномер от компании CarSys. Вот это шикарная вещь, разработка наша, отечественная, сделано это дело в России. И ребята постарались, разработали его специально, в первую очередь, для автоподборщиков. Он работает в любом температурном диапазоне, как в жару, так и в холод. Действительно хорошо держит заряд. Таким образом, приехав, вы всегда сможете проверить автомобиль на толщину лакокрасочного покрытия. Работает все элементарно. Включаем его, он уже из коробки идет откалиброванный. Но тем не менее, все, что нужно для калибровки, есть принцип работы. Вот по-хорошему это можно считать двойным окрасом. Потому что в среднем толщина идет 80-100. Ну вот. Передняя часть моего автомобиля в защитной пленке 100 микрон. Это можно увидеть детально. И вот по такому принципу, в рабочем процессе, когда вокруг вас ездят автомобили, вы можете пройти и детально осмотреть автомобиль. Таким образом, благодаря вот этому маленькому прибору, вы можете оперативно в круг проверить состояние лакокрасочного покрытия. И понять, честный перед вами стоит как минимум человек. Или он уже при первой же встрече пытается вам проехать по ушам и уже что-то скрывает. А если все ок, следующий этап, это вы отправляетесь на подъемник и смотрите машину полностью. У этого прибора есть много фишек. Так, например, различные изгибы, их тоже можно проверить. Далеко не каждый толщиномер это может сделать. А этот способен, переходит в специальный режим, вы можете все эти изгибы точно так же проверять. Потому что где-то чуть-чуть сделали, там чуть-чуть сделали, некачественно сделали, отвалилось, начало цвести. Стандартная история. Короче, ребята, оставляю все ссылочки на прибор. Там вы можете детальнее про него почитать, его технические характеристики. И, соответственно, заказать с доставочкой на дом. Пользуйтесь на здоровье. И самое главное, не дайте себя обмануть. И параллельно со всеми событиями происходят стандартные вещи для любого автобизнеса. Конец месяца, в конце сентября, руководство начинает пинать своих менеджеров, мол, что вы, где продажи? Такое ощущение, как будто они не понимают, почему упал трафик. Они начинают пинать своих менеджеров, мол, где продажи, где продажи? И когда мне некоторые писали, знаете, вот я вам серьезно говорю, отовсюду, изо всех информационных источников, все обсуждают одну тему. Параллельно есть люди, которые говорят, ну, надо же тоже переключаться, нужно продолжать жить жизнью. Не знаешь, кто прав, никого не сужу, никого ни к чему не призываю. Смысл в том, что у менеджера даже появился этот прикол, когда война идет, а он орет, типа, никому машина не нужна новую купить. Поэтому ребята тоже писали, говорили, там, любые условия готовы давать на машину. Спрашивают, какие любые условия? Ну, что значит любые условия? Кашкай, который везде торгуется с передним приводом, там, 3 миллиона, можно купить за 2 миллиона 750. Вроде как на 250 тысяч ниже, чем везде. Но, опять же, Кашкай за 2 750, кому он нужен? Кому он нужен? Возможно, кто-то бы его и купил. Но, ребят, тоже можно понять, потому что у многих же жизнь, также ипотека, кредиты нужно платить, а тебе никто никакой поддержки не дает. Ты сам должен найти способ заработать себе денег. Не можешь, увольняешься и до свидания. Ну и, конечно же, важная тема – это кредитование. Значит, по официальной информации банкиры уже напряглись, начали поднимать процентные ставки. Я смею предположить, что в индивидуальных порядках там сейчас будут поднимать и страховки жизни, потому что для них, в первую очередь, большой риск. Риск потерять свои денежки. Я тебе дам миллион, а ты мне его не вернешь. Потому что мужчину могут забрать по мамилизации, возможно, он там пробудет какое-то количество времени, платить не сможет, соответственно, для банков это риски. Либо мы уж там не будем рассматривать самый страшный вариант, что он вообще не сможет потом платить. Соответственно, банкиры о чем думают, в первую очередь? О деньгах? О деньгах. На основании этого ставки уже отмечают, вот в официальных новостях, повторюсь, начали расти. И я уверен, что в большинстве случаев кредиты еще будут сейчас не одобрять, потому что ты приходишь, если ты там здоровенький, крепкий парень, у тебя военный билет, и ты как бы не сегодня, завтра можешь получить повестку, да зачем тебе давать кредит, если ты находишься, подчеркиваю, в зоне риска для банка, как потенциально проблемный клиент. Значит, как я обещал, давайте затронем тему недвижимости, но, ребята, я знаю, что среди вас, зрителей, есть огромное количество агентов по недвижимости, владельцев агентских компаний. Напишите, пожалуйста, по почте электронной, кто готов на камеру рассказать, как изменился рынок за последние 30 дней. Мы это сделаем после 21 октября. Соберем информацию, кратенько, детально каждый расскажет, по 2-3 минуты, по 4, какая картина в вашем городе. Москва, Питер, то есть со всей страны можно будет собрать информацию, сделать общую выжимку, потому что на сегодняшний день, я считаю, лично мое мнение, подчеркиваю, торопиться с выводами не стоит. Пролетела информация от многих агентов по новостям, что упали цены на недвижимость. Ну, как обычно, у нас там в новостях пишут, вот в Москве упали цены на 30-40% на элитную недвижимость. Ну, что это такое? Квартира стоила миллиард, теперь она стоит 700 миллионов рублей. Это не так, что квартира стоила 10 миллионов, а человек хочет продать теперь за 6 миллионов рублей. Простое население, это так сильно не коснется сейчас 100%, что никто не будет продавать свою квартиру прям совсем за копейки, с такими цифрами, как это пишут, по крайней мере, в новостях. Я знаю, что есть люди, которые говорят, наша квартира торговалась по оценке 12,5 в Москве, а сейчас мы не можем ее продать, за 11 нет звонков, показов нет. Ну, потому что многие люди просто не понимают, что будет происходить дальше. Но сам факт, отмечаю, что действительно огромное количество людей мне пишут сейчас желанием, что хотят продать свой автомобиль, и также некоторые пишут, что действительно хотят продать свою квартиру. Я не спрашиваю, какая у них цель продажи, потому что это важно, это очень важно. Есть люди, так называемые эксперты, которые вот один мне писал, что сейчас, подчеркиваю, я вас ни к чему не призываю, просто озвучиваю информацию, чтобы вы понимали, что сейчас, пока доллар торговался 58-60, надо делать следующим образом. Продаешь свою квартиру, покупаешь валюту через биржу, она у тебя лежит, дальше, когда цены на квартиру упали, ты можешь купить, а доллар обещает то, что вырастет, соответственно, у тебя будет больше финансовых возможностей, жилье станет доступным. Таким образом, ты, например, продал двушку, подождал какое-то время и купил себе трешку по цене, например, той же самой двушки, что у тебя была ранее. Ну, к примеру, правда это неправда, что там будет с этой валютой, как это все будет происходить, а не изменится ли рынок и так далее, пока же только лишь время. Именно поэтому я и предлагаю записать развернутый сюжет, где именно специалисты своего дела, кто работает в недвижимости по 10-20 лет, может быть меньше, может быть больше, выскажут свою позицию, как они видят, и, соответственно, можно будет собрать эту полезную информацию, кому-то она в любом случае пригодится, ведь запросов на эту тему очень много. От себя скажу, что некоторые мне там подкалывали в комментариях, что квартирочка с ремонтом вашей не продается. Нет, ребята, наша квартирочка с ремонтом не продается, мы будем продолжать на ней жить, ближайшие как минимум 3-4 года, я надеюсь на это. А потом уже в дальнейшем, когда дочь станет постарше, будем рассматривать варианты уже по факту, на что мы будем способны, и, возможно, в дальнейшем уже будем переезжать. Но на данный момент я не рассматриваю даже такую версию, мысль, как продать квартиру для того, чтобы потом у кого-то купить квартиру большей площади, но подешевле. Нет, на такие действия я не готов. Итак, подводя итог текущей ситуации на авторынке в Российской Федерации, можно сделать следующие выводы, что трафик после 21 числа значительно упал, но, тем не менее, не упал в ноль. Периодически продолжают люди покупать автомобили новые. Кто эти люди, я вам озвучил в этом сюжете. Те, кто не боятся завтрашнего дня и знают, что они спокойно смогут передвигаться. Далее, народ активно пересаживается с новых автомобилей на авторичку, в том числе покупая ее как на рынке отчастника, так и от официального дилера. Далее, очень сильный пинок под жопу всем официальным дилерам дают люди, которые занимаются привозом автомобилей из-за границы. Кто-то закупает машину, они ставят в наличии, можно приехать купить здесь и сейчас. Кто-то привозит, как мы, автомобили под вас. Нужны, пожалуйста, обращайтесь. Сделаем все в лучшем виде. Таким образом, рынок еще живет, сердечко бьется, но со всеми теми текущими ситуациями, которые происходят в нашей стране, да и мире в целом, он, естественно, катится на дно. А когда будет вот это дно, когда просто ноль и никто ничего нигде не покупает, я надеюсь, я надеюсь, что до такого не дойдет, что ситуация в какой-то момент выпрямится. Таким образом, вот такая у нас текущая ситуация на авторынке на момент середины октября 2022 года. Что будет дальше, пока же только время, я буду продолжать следить, собирать информацию. Пишите ваши комментарии, скриньте их и будем смотреть, как ситуация будет меняться вместе с вами. Не добавить, не убавить, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все социальные сети, все полезные ссылочки ждут вас в описании. До новых встреч, всем пока-пока.